Конструкторское бюро на нас свалилось нежданно-негаданно. Опять после нового года в танчиках у нас мероприятие, которое высасывает огромное количество ресурсов. Неожиданно вообще, очень неожиданно. С 3 по 6 февраля у нас есть возможность создать Леон. Новый итальянский средний танк 10 уровня. Итак, для меня сейчас стало удивлением, что этот танк не французский, не немецкий, он оказывается итальянский. И броня, конечно, моделька этого танчика все-таки есть. Я почему-то искал, что он французский, у нас есть на двусинечной полке 30 мм, НЛД 60 мм. Ну, в общем и целом, ВЛД у нас 100 мм, в общем, корпус картонии. Также у нас еще маска 250-280 мм. И вокруг маски 200 мм, крыша, лючок 60 мм, точнее над маской. И сама крыша 30 мм. В общем, ваншоты от арты, которых в игре нет. И пробивание голдой маски приветствую. Если стрелять возле орудия, то там 260 мм. По краям маска бронированная хорошо, 280-470 мм. Маска, в принципе, удар будет держать. Но вокруг маски, если стрелять, там брони, конечно, мало. Также, что еще хочется сказать по характеристикам. Альфа 420, пробитие 258. На 500 метров падает до 248. Танк у нас, как у нас разработчики придумали, снайперский. Хотя пробитие хуже, чем у Леопарда в разы. Также у нас еще 4 снаряда в барабане. Первые 3 снаряда заряжаются быстро. Последний снаряд, четвертый, если мы выстреливаем. КД 20 секунд. И мы идем куда-то там. Вот мы видим, что 20 секунд. КД 7, 9, 12. В общем и целом, у нас сначала идет барабан, как у ИС-3 с МЗ. Чем меньше снаряда, тем лучше КД первые 3 снаряда. Поэтому их выстреливаем с кайфом. А последний снаряд держим чисто про запас. Итак, во-первых, что хочется сказать. Пушка явно не снайперская. Это скорее какой-то танк для игры от башни на средней дистанции. Конечно, по кемпериде вдаль охота. Но только те, кто играют на фулл голде, особо не заметят, что пробития меньше. Но в любом случае стабилизация от стрельбы голдой лучше не станет. Она в 2 раза хуже, чем у Леопарда. Точность хуже. Сведение в разы хуже. У Леопарда меньше 2 секунд сведения. Здесь почти 3 секунды сведения. Что это за сведение? Это жуть. Единственное, что это барабан. Но по сути этот танк и хуже, чем Леопард, и хуже, чем Прожетто. Но по сути этот танк похож на эти 2 танка. Но такое ощущение, что он от этих танков взял худшее. То, что этот танк сложный и его тяжело будет реализовать, это уже очевидно. И назвать его имбой язык не поворачивается. Это насколько хорошо надо будет этот корявый барабан реализовывать, чтобы быть полезным в бою и получать хороший результат. И следующее, что хочется сказать, это сколько ресурсов требовал объект 780, который на мой взгляд не стоит тех ресурсов. И танк просто так себе, а требует огромных вложений, легче десятку выкачать, чем столько ресурсов вложить в один танк всего лишь. Да, у него типа есть фишка, что там он может быть номерной. Их было 80 штук, из них первые 40 тысяч были с 3D стилем и номерные. Сейчас же у нас 150 тысяч танков, из них первые 50 тысяч будут номерные. Будут с 3D стилем и у них будет свой номер. Эта фишка, конечно, прикольная, но она не стоит столько ресурсов. И вы про эту цифру забудете буквально в первый же день. На завтра, послезавтра вы уже не будете помнить, какая там цифра, она нафиг вам не надо. А если танк вам не понравится, а он очень сложный и вероятность, что он не понравится высока, то вы просто забьете на него и куча ресурсов у вас будет стоять в ангаре в виде одного ненужного танка, как у меня стоит объект 780, в котором в теории можно когда-то поиграть, но в целом он очень сложный и неприятный. И этот Леон, мне кажется, такой же. Так еще и ресурсов требуется гораздо больше. Если на объект 780 8000 свободки это был 1% крафта этого танка, то Леон на 1% свободки требует 10000, подорожало на 2000. Галды как было 550 на 1% так и осталось. А вот серебро на 1% надо было миллион, теперь 1250000. Также чертежей универсальных требовалось 16 на 1%, теперь 20. Национальных фрагментов чертежей 25 на 1%, теперь 32. Боно надо было на 1% 400, теперь 500. Все гораздо подорожало, кроме голды. Связано это, скорее всего, мне кажется, из-за того, что объект 780 разобрали очень быстро. Но в любом случае онлайн на ру-регионе просел, ресурсов требуется больше, танков стало в разы больше, было всего лишь 80 тысяч, стало 150, номерных 50 тысяч. Это событие будет проходить с 3 февраля в 7 утра начнется, и 6 февраля в 23.59 закончится. Получается, что в пятницу утром оно начнется, все пойдут на работу и придут собирать остатки. Как обычно, время продумано гениально. Основная аудитория тех, кто несут бабки в игру, работяги, уйдут и придут смотреть на остатки. Как обычно, побеспокоились про свою целевую аудиторию на все миллион процентов. Вывод очевидный. Этот танк чисто коллекционный, он нахрен не нужен обычным игрокам. Он очень сложный, уже это сразу видно, понятно, очевидно. Сомневаюсь, что он какой-то может быть имбой с такими всратыми параметрами. Легче выкачать леопарда или прожетто и спокойно поиграть на нормальном танке, чем мучиться на этом снайпере. В итоге это чисто коллекционный танк для тех, у кого сильно много ресурсов, и их настолько много, что их просто некуда девать. Вот допустим, сколько мне ресурсов нужно потратить для того, чтобы получить этот танк. 280 тысяч свободки, 12 миллионов с половиной серебра, 280 универсальных фрагментов чертежей, 704 национальных чертежа, еще и 13 тысяч бон. Честно говоря, ничего кроме чертежей на этот танк тратить неохота, поскольку с чертежами все равно делать нечего. А голду тратить тоже желания особо нет. Боны так медленно и долго там собираются, что отдавать их тоже неохота. Вот свободку, чертежи и немного серебра я бы отдал. Но и то, много серебра тоже отдавать не хочется, поскольку оно долго фармится и его всегда не хватает. В общем и целом, это какой-то оверпрайс ради какой-то параши, которая просто будет стоять в ангаре и пылиться, поскольку объекта 780 в рандоме вы почти не встретите, а если встретите, то он будет сливаться с нулем урона. То же самое и этот Леон, он очень сложный, судя по тому, что показали, и параметры такие, жуть какая-то. В общем и целом, если вы стример или коллекционер, или еще кто-то, у кого много ресурсов, и вам некуда их пихать, можно это взять просто ради того, чтобы оно либо стояло, либо один раз постримить. А обычным игрокам и ЦА картошки, основной аудитории, он нафиг не нужен. Этот бездарный танк за такие ресурсы. Это мой вывод. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик, играть красиво всем. Спасибо за просмотр, удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok